Тут Алексей нам пишет разные комментарии по поводу того, что мы тут с тобой выборы обсуждаем. Но помимо этого, вот еще хотел о чем поговорить. Я только из дома выехал к тебе в гости. Как только оказался за пределами своей области, мне тут же пришло сообщение, что мол, так и так. Так, тут у нас скоро выборы намечаются. Получи открепительное удостоверение и приходи там, где тебе удобно. Дальше, я так понимаю, это не только идет у нас, это идет повсеместно. Ты прав. Ко мне пишут, что я, к примеру, живу в Белоруссии или в Украине, и ко мне приходит на смс-ку сообщение, приходи голосовать на выборы. О чем это говорит, как ты думаешь? Ну, скорее всего, видать, им надо какую-то явку собрать, показать, что все-таки выборы состоялись. Возможно, вот это. Ты абсолютно прав. И уже неоднократно разные выступающие говорили о том, что система, чтобы заявить о своей легитимности, должна показать всему миру о том, что народ пришел и то, что он проголосовал. Хотя всем уже понятно, ну, прошу прощения, не всем. Многим стало понятно о том, что как ты не голосуй. Победит тот, кто уже назначен, тот, кто уже программу получил, как действовать, и должно произойти так, как должно произойти. Подписи нужны вот в этой самой тетради книги на избирательных участках, что ты пришел, твоя подпись стоит, и ты поддержал эти выборы. Значит, ты с этим согласен. Но с точки зрения человека и барана, приход на выборы означает совершенно разное. Вот бараны, они занимают так две позиции. Первая позиция – это голосуй, не голосуй, от меня ничего не зависит, я на выборы не пойду. Это первая позиция. И он, на самом деле, упирается рогом и бодает со всеми другими, и говорит, на выборы не пойду, и вам не надо ходить. Мало того, если это еще мои семейные, то я вас не пущу и так далее. Второй баран, он говорит, мне сказали идти на выборы, я пойду на выборы. А вот с точки зрения человека тут все интереснее получается. С точки зрения человека, помимо физического начала, помимо вот этих телеск, есть еще некий иной план. И вот этот иной план намного более значимый, нежели чем то, что происходит на физике. Потому что если ты человек, то в этом случае не важно, где ты свои мысли изложишь. На туалетной бумаге или в какой-нибудь книге отзывов-предложений в каком-нибудь дворце, это все равно твои мысли. И они будут услышаны. То есть баран, он мыслить не умеет. Он исполнитель или протестант. А человек умеет мыслить, человек делает все осознанно, и от его осознанности происходит много в этом мире. Поэтому мы и создаем эти ролики, надеюсь, уже крайний ролик, где об этом более подробно рассказываем. И те, кто посмотрят, надеюсь, они поймут все-таки, как быть и что делать. Но помимо всего этого, надо учитывать еще один момент. Что когда я наблюдаю за тем, что происходит в чатах, что происходит в обществе, я вижу, что выборы – это маленькая гражданская война. Где сейчас произошло разделение на правых, грубо говоря, и левых. Где вот эти «за», вот эти «против». И доходит до такого абсурда, что люди уже готовы не только хаять друг друга и ругаться в чатах за своего кандидата якобы, а готовы уже физически бить морды друг другу. Представляешь, например, если вот где-нибудь там, на какой-нибудь центральный избирательный, там вот это где-то, участок центральный избирательный, вдруг найдется провокатор, или нет группы провокаторов, которые будут просто ходить спрашивать, за кого ты проголосовал. И если услышишь вдруг, что вот за того-то, а не за этого, начнется просто мордобой. Туда могут подтянуться другие группировки, и сам понимаешь, с чего начнется. Естественно, что этого не допустят, потому что сейчас есть определенные силовые структуры, которые быстро среагируют на это, потому что на выборах любую провокацию сейчас будут пресекать очень жестко. И это, кстати, хорошо, чтобы не отпустить кровопролитие. Но суть в том, что эти выборы – это тест на сознание общества, тест на готовность или неготовность к братоубийственной войне, тест на здравомыслие о том, что вы не делаете в первую очередь, а что вы думаете, прежде чем делать. И поэтому сейчас мы живем в очень интересный момент, когда это все раскрывается, когда каждый может себя протестировать. Кто он? Ближе к животному началу? Или все-таки он человек? Человек, который мыслит и который получит то, чего он достоин? Вот этому и посвящены наши все выпуски, и в частности крайний, надеюсь, уже просто уже надеюсь, в котором мы это много раскрыли. Да, ну, надеюсь, теперь все-таки люди посмотрят, послушают, все взвесят и сами примут свой осознанный выбор. Ну, тогда давай пожелаем нашим зрителям-слушатям хорошего, приятного просмотра и прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Огромное количество вопросов приходит по поводу выборов. Уже у нас тут немереное количество выпусков. Я надеюсь, от души, надеюсь, что это будет последний выпуск, посвященный выборам и последствиям выборов и так далее. И вопросы приходят совершенно разные. Причем самое поразительное, что нас за один и тот же ролик хвалит один человек, который предполагает голосовать за одного человека и хвалит тут же другой, который предполагает голосовать за другого человека. И тут же под этим роликом нас ругают за то, что мы агитируем голосовать за первого человека, и тут же нас ругают другие за то, что мы агитируем голосовать за второго человека. То есть противники одновременно нас и хвалят, и одновременно ругают Ребята, это психологический парадокс называется Слова-то в ролике одинаковые все Но почему же так получается, что одни видят, что мы агитируем за одного А другие видят, что мы агитируем за другого Может быть, как-то надо чуть пошире, так это шор раздвинуть в сторонке Чтобы увидеть, что на самом деле там есть, а не то, что вам кажется Но это так, присказка, а не сказка Сказка будет впереди Итак, Михаил, о чем мы сегодня поговорим? А вот о чем поговорим Сначала мы обсудим какой момент У нас что-то народу мало просматривает наши ролики А сегодня мне все-таки истина открылась Оказывается, надо просто кривлять лицом Потому что, оказывается, есть гимнастика для лица Когда вот такие вот интересные мимику проводишь То, оказывается, это очень набирает много просмотров От этого морщины разглаживаются, и везде становится мир и счастье Ну, это мы уже проделали Как говорится, рейдинг обеспечен, теперь по делу Главное, чтобы морщины еще в мозгах не разошлись А то разойдутся от какой-то мимики Что дальше делать будем? Ну ладно, мы не на таких рассчитываем Поэтому давайте о серьезном А теперь о серьезном Нам, как особо таким вот доверенным лицам Тут недавно прислали бюллетени Чтобы, так сказать, мы уже не просто так разглагольствовали А какой-то там, понимаешь, бананово-кокосовое Не пойми чего А чтобы мы могли, так сказать, проявить солидарность С народом вот этой самой кокосово-банановой республики И, так сказать, выступили на этих выборах от них Но, чтобы было интереснее, мы решили, что сделать Алексей у нас, как самый ответственный человек Он у нас будет выступать в роли избирательной комиссии Султаната Султаната, да И, конечно, самого себя Который будет высказывать свое личное мнение В отношении этой ситуации А я уж, соответственно, буду высказывать свое отношение С другой, с противоположной стороны Как говорится, чтобы не было никаких параллелей У нас тут есть партия, серпа и банана Вот, соответственно, один бюллетень будет у него Второй у меня И мы сейчас с вами в прямом эфире, так сказать Проведем самые-пресамые, честные-пречестные выборы на свете Да, значит, надо отметить, что здесь пачка бюллетеней С пеликаньи почта была доставлена Вот видите, много бюллетеней Они все, как и положено Без номеров, опознавательных знаков Они все одинаковые Вот как близнецы и братья И вот я, как тайному папуаснику Михаилу Выдаю один бюллетень Все видели, да? Второй бюллетень я беру себе А эти, на всякий случай, мы откладываем Вдруг кто-то к нам сейчас прибежит в прямой эфир И скажет, я тоже хочу проголосовать Дайте, я тоже тайный папуасник Ну вот, значит, эти мы убрали Все, на край стола положили Вот, у каждого, видите, чистенький бюллетень Никаких здесь помарок, ничего И, значит, Михаилу, поскольку я Представитель за границей Папуасии Кокосово-банановой республики Я главный их в ЦИК То в этом случае я Михаилу Он пришел, поставил подпись Что все, бюллетень он получил Я ему предлагаю проголосовать Итак, Михаил Вот тебе чистый бюллетень Вот, ты согласен, что он чистый, да? Ну, никаких помарок Вот тебе маркер Пожалуйста, голосуй А вот знаешь, Алексей Я слышал, что сейчас есть такие коварные маркеры Которые, понимаешь, напишешь А потом чернила исчезают Поэтому, нет, я в тебе уверен абсолютно Но, как говорится, на всякий случай Тем более, вот мне вот такой вот цвет Кажется намного красивее и удачнее Я возьму свой Разреши мне им проголосовать На этом бюллетене Прямо как это, в приключении Буратино Базилио, когда я тебя обманывала? Ну, ладно, давай голосовать Голосуй тайно Тайно Значит, вот кабинка у нас, все Мы ушли И каждый тайно ставит свою подпись Но я догадываюсь, что ты красным маркером будешь ставить за одного А я ставлю за другого Пока еще ты ставишь Я хочу показать, что вот смотрите Самые интересные программы-то у кандидатов интерес Вот тут вот написано наверху Да, вот это, наверное, вы, конечно, так не догадаетесь Это у нас велико мудрый султан И у него программа за все хорошее против всего плохого Правильная программа Вроде бы, на первый взгляд, прекрасная программа Но мне почему-то ближе к лицу программа партии серпа и банана Которая говорит, что мы против всего плохого за все хорошее Поэтому сейчас я никому не показываю, кроме... Да, все-все-все-все Здесь стоит кабинка Да, да, там ничего не видно Ну, конечно же, только никому не показывайте Вот, видите, вот, все Все, тайно же у нас голосование Все Так А теперь... А поскольку... Подожди, подожди, подожди теперь Я сейчас разъясню свою позицию А поскольку я в ЦИК, я представитель султана То в этом случае на меня действует административный ресурс Я вынужден проголосовать за султана И поэтому тоже я никому не показываю Вдруг у меня уволят с работы Ну, вот, прямо на камеру Я, видите, поставил галочку За султана То есть, если бы я это не показал То в этом случае меня бы из ЦИКа могли уволить И дальше сволчьим билетом по всему миру отправить Я бы никуда больше не устроился И вот, теперь мы берем вот эти все бумажечки Да, вот, видите, две бумажечки Честно, все Все хорошо, замечательно И вот мы так складываем и в урночку Так, у нас тут есть специальная урна Вот, посмотрите, как говорится Ничего, она абсолютно пустая Ничего в ней, как говорится, нету Да, и вот туда опустили Вот все, видите, да, то есть мы Не лезет Ну-ка, аккуратно Батько, не лезет Да Дай-ка вот так еще, вот так согну О, залезло Вот, видите, все там находится И вот, смотри, Миш, крокодил летит Ты смотри, что происходит Ты смотри, видишь Не может быть, по пеликану По крокодилу Так Ладно, улетел В общем, короче, мы все это дело засунули И теперь у нас ситуация какая Наступает день Вернее, ХЧ Да, надо подсчитать Что же там происходит Да, да Ну, крокодилы все улетели Пеликаны улетели Все Избирательный участок закрыт Все, 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 все Больше не голосуем Не голосуем Все Значит, что мы делаем Мы должны сначала Те бланки, которые не использованы Мы их должны Каким-то образом уничтожить То есть Мы на них должны поставить Это Или там порвать Ну, под пресс Уголки там отрезать Ну, так все положено В общем, это мы отдали Там они их режут Ну, и теперь С чистыми бланками Вернее, не с чистыми Которые попали в урну Вы должны провести Определенный подсчет Голосок Итак, смотрите Видите, пустое Да, вот там больше ничего нет Вот, проверь Ты же наблюдатель А, ты еще наблюдатель Назадуешь Да, я обязательно Нету Все по-честному Так Так, хорошо Хорошо Все замечательно Итак В открытую Видите, да Первый голос за кого? Ну Конечно же За султана За султана Да А теперь Откладываем А второй голос за кого? Как вы думаете? Ну, конечно Как за султана? Я же голосовал за партию Серпа и банана Как? Вот по-честному все Смотри Смотри внимательно Вот два бюллетеня Ну, волшебство Да и только Как такое возможно будет? Нет Ты можешь, конечно Предъявить какие-то эти Как их называют Там В суд пойти Там Еще чего-то Но они Они же настоящие Конечно Конечно Без номеров Без подписей Невероятно Галочки стоят Угу Ну Получается, что все-таки Я как-то случайно Не туда поставил И главное Главное не той ручкой Ты же вроде красный Должен был ставить Возможно, как-то да Возможно, как-то свет Не так падает на нее Да Ну, что делать? Выборы состоялись Победили, как обычно Ура Султан Итак Султан Мы отправляем тебе эти бюллетени Ты победил Граница За границей тебя поддержала Ой, что ты такой ляпнул-то? Сейчас подумают Что это было вмешательство Султанат Нет Это были проведены Честные выборы За границей От имени Султаната То есть Явка состоялась Два человека Тайных Попуасников Пришло И открыто Честно Проголосовали Вот Ну, что дальше Может быть Теперь, когда этот фарс Мы показали Что-то уже По-серьезному Поговорим Да Давай теперь переходить К более такой ситуации Не попуасной А вообще, так сказать Абстрактной Приабстрактной В цивилизации, которая присутствует Да Вот представьте, что в каком-то месте Цивилизации Намечаются подобные выборы И вот люди, живущие в такой стране Они, посмотрев на это дело Говорят Да ё-моё А у нас же то же самое Так зачем там тогда На эти выборы ходить Вообще Байкот Байкот Давайте сделаем байкот Кстати, такие вопросы К нам приходят И не только из Папуаси А приходят и под комментариями Вернее, в комментариях Под роликами Нам постоянно пишут Зачем тогда куда-то идти Никуда не пойду И так далее Ну и что в этом случае А в этом случае Довольно-таки интересно Так как мы выяснили Что в Султанате У них порога Минимальной явки нету Соответственно Даже если я Не приду на эти выборы И не поставлю за них галочку Или не придёт кто-то другой Но Кто надо поставить за Султана галочку То победит Султан И всё останется так Как и было Ну то есть Скажем так Вот возьмём те же самые Наши вот эти вот штучки Да И достанем ещё тех Которые настоящие Но которые не попали В избирком Для подсчёта Да Которые Или может быть попали Там они ушли Вот здесь красным Видите Да Вот будем сейчас На этих картах Играть Получается Что К примеру Есть у нас Какое-то количество Населения Ну пускай там 60 тысяч Или 100 тысяч Как тебе удобно? 100 пускай будет 100 тысяч Вот у нас есть 100 тысяч И из этих Административный ресурс Сказал Если вы не придёте На выборы То в этом случае Тогда Вам не видать Своей работы Как своих собственных ушей И 50 тысяч Те, которые так или иначе Связаны с администрацией На выборы пришли Что получится? Получится то, что Половина всех бумажек В любом случае Оказались вот эти И они попали Всё хорошо А эти Они хотя и были распечатаны Но они никуда не попали Они На избирательных участках Были уничтожены Поскольку явка может быть Минимальная Один человек И выборы состоялись То в этом случае 50 тысяч Вполне хватит Для того, чтобы Наш достопочтенный султан Или кто там ещё В другой цивилизационной Форме правления Победил И в этом случае Выборы состоялись Подписи все честные Ни за кого Больше там ничего не надо делать Городить Ничего менять не надо Крокодилы не летают Например В этот день И всё нормально Всё случилось Поэтому Если вы не пришли То в этом случае Вы ничего Не создали хорошего Ничего плохого Не создали Просто выборы состоялись И вы будете жить По тому Как эти выборы состоялись Всё очень просто Вы не пришли Но всё случилось Так, как вы не хотели Дальше Второй вариант Второй вариант Это прийти туда А потом взять Вот то, что тебе дали И как-то его использовать Не по назначению Нарисовать там Нарисовать там Рожицы красивые Или просто помять Или просто Положить в карман И уйти Или поставить за всех Но не важно Да, пожалуйста То есть испортить Сделать его Недействительным Что в этом случае Происходит В этом случае Открывается Бумажечка Которая на избирательном Участке Выдавалась Каждому Где каждый расписался И смотрим Этот пришёл Этот пришёл Этот пришёл Этот пришёл Значит Вот эти два Испорченные Мы выкидываем А вот эти вот Два остаются То есть 50% испорченных Мы их выкинули И они будут выкинут По праву То есть никаких нарушений Не будет А эти 50 тысяч Будут по праву приняты И победит в очередной раз Кто? Но плюс ко всему Ещё и явка произошла То есть Вообще тут Ничего колбасить не надо Всё замечательно Всё хорошо Крокодилы Опять же здесь не нужны Папуасы Все довольно счастливы И в общем-то Этот вариант Опять голосуй Не голосуй Но всё равно Получишь то Что нужно получить Третий вариант Какой у нас? Третий вариант Вот какой В данном случае Мы разбирали Просто два Кандидата Султан И партия Серпа и Банана Но можно же сделать Чтобы их было Много То есть Они будут там По-разному называться Там Не только Банана Может партия Придворного Партия придворного шута Да Партия телевизионных деятелей Да Партия за границей Нам поможет За границей нам поможет К примеру Ну к примеру Как можно побольше То есть Главное их сделать То есть Султан И все-все-все Вот этот список Все-все-все Можно даже сделать Там Человек 10 Например Или 15 Это уже как говорится На вкус свет Чтобы каждому Понравиться Дальше что происходит Приходят На выборы люди И начинают Один Ставит За султана А таких Как мы уже подметили Будет Много Потому что Включен Административный ресурс Придет кто-то Кто поставит Одну галочку За серп и банан А кто-то сделает Так вот Вот сюда ставлю Кто-то еще За что-то И в итоге Получилось Что У каждого По чуть-чуть А у султана Так как был применен Административный ресурс 50 тысяч 50 тысяч Дальше что происходит Опять Ничего не надо Подтасовывать Ничего не надо Подмешивать Все прекрасно И замечательно Выборы состоялись Победил Султан Вот так вот И по камушкам По кирпичикам Растащили Кирпичный забот И все хорошо Замечательно Явка была Подписи реальные Все проголосовали Демократия соблюдена Победил Султан Опять Куда ни кинь Везде клин Что делать Что делать Ну давайте Теперь все-таки Еще какие-то варианты Перебирать Они конечно Становятся Их становится Все меньше и меньше Но надо что-то придумать Но учитываем Что в демократической Настоящей стране Обязательно Помимо двух конкурентов Присутствует Как ты правильно сказал Это придворный шут Это деятель Телевизионных искусств И это тот Который либераст С границы нам поможет Который говорит Давайте мы перед западом Будем снимать задницу Снимать штаны Показывать задницу Или они снимут Мы им будем Лизать задницу Показывать Что-то угодно В общем Они нам помогут Вот эти три компонента Обязательно будут присутствовать В демократических выборах Для того Чтобы народ Как-то вот Проявил Свою точку зрения За кого Они хотят голосовать То есть Опять же Сделать видимость Значит Будем за таких Вообще Голосовать Или все-таки Не стоит Но вот Я все-таки Предлагаю Такой вариант Рассмотреть То есть у нас Мы рассматривали цифру 100 тысяч человек Вот они приходят на выборы 50 тысяч Голосуют По административному ресурсу Они голосуют За того Как говорится Кого надо Теперь дальше И что получается Остается делать Народу Оставшемуся Есть на самом деле Не так много вариантов Надо взять всем Выбрать все-таки Не клоунов Телеведущих И запад нам поможет А кого-то Реального Хоть кто Кто-то что-то делал И доказал Что он это может делать И вот именно За этого кандидата Согласовано Проголосовать Стоп Ну ты тогда призываешь К разделу Общества Султанат Представляешь Тогда будет На грани гражданской войны 50 туда 50 туда А вдруг победит Все-таки Не султан Что тогда произойдет Это же реально война Может быть Ты такой большой В сказки веришь Да Такие вопросы Нам задают Но еще раз Важно Не как голосуют А важно Как посчитают Поэтому С небольшим Перевесом А может и с большим А может даже И не очень с небольшим Когда Когда 50% Проголосуют За султана А 50% Проголосуют За другого Представителя Все равно Победит Султан Подожди А если например За того Который не султан Проголосуют 80% 70% Еще раз Важно Как посчитают Поэтому В любом Случае Как бы кто Не раскачивал Вот этот Наш остров Лиша его Стабильности Он Останется На плаву И Рулевой Капитан Нашего Острова Будет Вот этот Самый Султан То есть Ты открываешь Тайну Золотого ключа Ты провидец Который говорит Я вас Уверяю Что даже Если победит Не султан А другой На выборах С точки зрения Количества бумаг В итоге Победит Не другой А султан Правильно? Да Я буду Вангой На полставки И предполагаю Что будет именно так Так предполагаешь Или уверен? Уверен На 146% Но 146% Только в отдельных Регионах Могут сделать За султаном Тогда 145% Хорошо Так Ладненько То есть Ты предлагаешь Следующее Прийти На выборы И Сделать так Чтобы Как минимум Пополам Общество Было разделено Одни Поддержат султана Говорят Слушай Мужик Ты классно Руководишь Мы тебе доверяем А вторые Пришли Сказали Ты в общем Ты классно Наверное Руководишь Но только Руководишь Не в том русле Вот Наверное Это ты предлагаешь Да А теперь Внимательно Прошу вас Послушать Я вот это К чему говорю Не говорю Что это Какая-то Глупость И какое-то Действо Которое Не имеет смысла То есть Если мы Разбираем Все варианты И при всех Побеждает Побеждает Одно И то Действо 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 Она довольно-таки умная и она пытается любыми способами выжить. И у нее прекрасно работает инстинкт самосохранения. Поэтому, когда система проанализирует, а что происходит в нашем, так сказать, султанате, она увидит, что, понимаешь, на предыдущих выборах такого количества было меньше, перед этим еще меньше, а вот сейчас вообще какой-то плохой вариант происходит. Почему плохой? Потому что, если сейчас еще у тебя есть возможности, у тебя, я имею в виду всю систему, руководить армией, полицией, милицией, и в случае каких-то там где-то кто-то начинает говорить, что что-то не так, они могут этим делом подавить это все дело. Но дальше-то что получается? У каждого милиционера, у каждого военного есть своя семья. И дальше, если таких несогласных становится больше половины, а это означает, что это коснется каждого. И внутри семей, внутри вот этого круга очень близких людей, там уже пойдет разлад. Если из таких близких людей кто-то один пойдет, так сказать, против создавать беспорядки, то второй, он подумает, а надо ли мне этого человека, моего близкого, калечить, убивать или еще что-то делать. И в такой ситуации система понимает, будет полный развал системы. Чтобы этого не допустить, системе придется что делать? Анализировать, а какие варианты предлагает вот этот кандидат, за которого проголосовало так много людей. И хочешь, не хочешь, но внедрять эти изменения, потому что иначе она не сможет существовать. Все развалится. Вот такие вот секретные, так сказать, данные для вас сейчас мы раскрываем. То есть получается, если система не учтет, что в обществе есть недовольство, то это недовольство может перерасти во что-то такое более серьезное, и до следующих выборов кто-то может просто не дожить. Я думаю, что султан не такой идиот, чтобы этого не понимать. И его окружение тоже не придурки, иначе бы они не управляли такой страной, как Папуасия, и давно бы уже были на помойке. Поэтому инстинкционное сохранение, которым говорит Михаил, должен в данном случае сработать. И здесь надо понимать, что, скорее всего, придется приглашать к себе в руководящие органы кого-то из тех, за кого проголосовали большинство Папуасов. То есть начнутся какие-то изменения. Иначе, до следующих, еще раз говорю, выборов, можно просто не дожить. И если вдруг начнутся потрясения какие-то, то все историческое прошлое нам указывало на то, что первым, когда начинаются внутренние и внешние потрясения, чреватые для всего окружения султана, первым делом табакерка прилетает в голову султана. Или султан вдруг не просыпается, потому что шарфик слишком туго почему-то оказался вечером затянут. И так далее, и тому подобное. Да и бег со султана иногда заканчивается не очень хорошо. То самолет падает, то вертолет разбивается, то подводная лодка какая-то врезается во что-то, или там еще какой-то акула, может, там выплыла не в том месте, не в то время. Да мало ли что. Вот, поэтому это надо учитывать. Не дебилы сидят наверху, поэтому они в любом султанате, в цивилизационной системе все это учитывают. И так или иначе, они обратят внимание на то, что да, вот таких вот случаев, когда 50 на 50 или больше, допускать, в общем-то, в стране не стоит. А чтобы этого не допустить, нужно изменять курс, нужно менять окружение, нужно менять придворных, пока придворные не заменили самого султана. То есть переворотов, революций и потрясений в султанате быть не должно. Я думаю, что с этим понятно, или еще что-то дополнить есть? Еще какую информацию мы узнали не так давно. Оказывается, в этом султанате есть определенные законы, по которым больше, чем два раза подряд султану нельзя избираться на этих выборах. И у него уже сейчас будет второй раз, когда ему надо будет опять стать султаном. Получается интересный вопрос. Ну, так как он мудрый человек, он должен подумать на будущее за дело. А что дальше-то делать? Ну да, сейчас я изберусь, а потом что мне делать? И получается интересный момент. Либо ему придется изменять каким-то образом конституцию, но могут эти изменения народ и не поддержать. Но, оказывается, вот эта их кокосово-банановая республика, это всего лишь маленький осколок когда-то более целостного государства, их всей Папуаси, на которой был не один остров, а много островов. И поэтому, если вот этот самый мудрый и добрый султан, он начнет проводить внутри своего острова такую политику, такие действия, что народу станет жить хорошо и прекрасно, то соседние острова потянутся к нему и скажут, возьми нас обратно, мы хотим снова стать целостным государством, целостной, так сказать, Папуасской державой, и уже здесь ты можешь уже написать новую конституцию, но уже державы. И там уже, пожалуйста, пропиши, хочешь ты один раз избираться, хочешь два избираться, и в данном случае народ тебя поддержит. Вот как бы такой совет. По моим данным, не все острова, которые откололись внутри Папуаси от вот этого большого острова, кокосово-банановой республики так называемой, не все они против того, чтобы восстановить более тесно узы, связывающие эти братские, так сказать, соседские народы, живущие на соседних островах. Поэтому, скорее всего, если Папуас на самом деле, вернее, Папуас, если Тумба Юмбович на самом деле вот такой вот мудрый, то, вероятнее всего, будут предприняты действия, чтобы не просто изменить конституцию внутри Папуасии, вот на их маленьком островке, а для того, чтобы воссоединиться с другими и создать новую форму, или хорошо забытую старую форму так называемого державного такого уклада. И тогда на самом деле будет создан новый объект или субъект, как хотите называйте. И в этом случае тогда он станет уже не просто каким-то там султаном, а он может стать каким-то другим главнокомандующим и продлить курс на изменения к лучшему. Это вот такой момент, который, вероятнее всего, может произойти, если все пойдет по здравомыслию. Вот это вот надо все учитывать. Что еще здесь можно отметить? Нас часто спрашивают, а вы вообще кому-то доверяете на выборах? Вот я всегда... Ну, я не знаю, Миша, ты кому-то доверяешь вообще на выборах? Я все-таки стараюсь смотреть, что люди как они себя ведут и что они предлагают. А доверять это уже потом посмотрим по делам, как говорится. Лично, если спрашивать меня, я всегда отвечаю. Я выборам не доверяю самим, потому что они проходят по этой схеме, когда ты можешь ставить что угодно, но в конечном итоге ты получишь вот это, вот это, и еще сверху вот это. И все они будут с правильными, с галочками в нужных местах стоять. То есть, демократическим, так называемым, тайным выборам я не доверяю. Это такое мое представление. Хотите верьте, хотите этому нет. И исходя из этого, что получается? Кто бы ни пришел на выборах, он все равно будет осуществлять политику внутри и снаружи, ту, которая так или иначе связана с цивилизацией. То есть, например, вот этот человек, который был до этого руководителем, он проводил политику цивилизации вот в этом направлении, придет другой, будет проводить политику цивилизации вот в этом направлении. Но все равно они все останутся внутри цивилизации. И каких-то серьезных изменений и изменений правил игры в лучшую сторону быть тут просто не может, потому что они находятся в парадигме цивилизации. И поэтому так или иначе, стопроцентно, лично я никому не доверяю. Но наша задача не просто сложить лапки и сидеть вот так вот, ну, от нас ничего не зависит, пускай нас встроило в Гоинт или нет, мы займем позицию противовеса. Вот сейчас, например, есть такая позиция, что давайте мы будем вообще все бойкотировать, не только выборы. Поскольку так называемая вот эта республика, она незаконная, она была часть другой, более мощной страны, державы, то в этом случае тогда мы, как представители той державы, у нас документы все сохранились, мы вообще не будем ничего делать, мы вообще не будем никак контактировать. И мы даже вот, естественно, эти выборы, которые фальшивые, не пойдем. Кстати, вот этот момент стоит обсудить. А так вообще, если существовать, это к чему-то хорошему приводит? На самом деле нет. Вот мы сейчас не будем к их там, к этим островным делам. Но вот давайте применительно разберем уже такую современную страну, покрупнее, да, с таким климатом, как у нас, нигде там везде лето, а у нас тут еще бывают разные времена года. И получается какой момент? Вот, например, человек действительно, я, кстати, слышал подобные мнения и от людей, которые не где-то там на кокосах, банановых островах живут, а у нас в стране. Они примерно то же самое говорят. То есть у нас была единая страна, ее развалили, тот осколок, на котором мы сейчас живем, он противозаконный, он, как назвать, ну там есть слова нелегитимные, да, соответственно, я не буду с вот этими проявлениями вот этого осколка никаким образом взаимодействовать. Но, опять же, смотрите, что получается. Люди ходят на работу вот в этом части когда-то большой страны, которая сейчас называется по-другому и живет по другим правилам. Получают деньги вот этого вот по этим же правилам, которые там прописаны. Водят детей в школы на этом же куске, в больницы, суды, участвуют в судах вот в этой структуре, получают пенсию, покупают себе еду и так далее. В эти же магазины, в улице транспорта. Да, да, то есть не бегают на работу, как говорится, за этим транспортом, ездят на этим делом, за этим делом. Но пусть даже вот представим, что вы такой вот упертый человек и вы решили вот ни еду не покупать, ничего, то есть ни денег не пользоваться, сидеть и питаться святым духом, да. Но получается, живете вы в квартире, которая вам еще построила то государство, о котором вы все время вспоминаете и хотите его вернуть. А дальше в определенный момент тебе говорят, хорошо, ты не получаешь у нас в системе деньги, ты не платишь за наши, соответственно, ресурсы, соответственно, живи сам по себе, мы тебе отключим сейчас свет, газ и тепло. Водопровод, канализация. Да, водопровод, канализация. А теперь, пожалуйста, переходи на полное самообеспечение. То есть, даже если ты считаешь, что ты с этой системой никак не взаимодействуешь, то система найдет способы, как с тобой так взаимодействовать, что ты все-таки взвоишь. Поэтому надо все-таки как-то более мудро к этому делу подходить. Я думаю, что если уж говорить по чесноку все, то в том случае люди, которые к этому призывают, они должны сами отключить вся канализацию, водопровод, да, начни с себя, правильно. перестать ходить в магазины, пользоваться рублями, перестать смотреть там, пользоваться интернетом, который предоставляет эта же страна, которая нелегитимна. и так далее, и тому подобное. Но почему-то вот этого не происходит. Происходит следующее. Часто устраивают какие-то суды по поводу того, чтобы пользоваться, но не платить, потому что якобы это все еще там было наработано. Да, это все так и есть, там это все было наработано. И кто-то здесь прихватизировал это все. Это все честно, это все правильно, что так оно и произошло. Нечестно этим пользоваться и говорить, что я вам платить не буду. Нечестно обманывать себя самого. У нас получается сейчас раздувается большое-большое такое облако самообмана. Когда вы этим пользуетесь, но вы не платите под видом того, что это нелегитимно, но при этом вы все равно продолжаете пользоваться тем, что нелегитимно. Ребят, тут как-то должно все на место встать. Я понимаю, если бы эти люди, например, создали местное самоуправление, объединились бы по державному принципу, эти бы местные самоуправления, например, в копы объединились, потом весь в вечер и в державу. Я тогда понимаю, да, это прямое действие, которое восстанавливает ту самую державу, о которой идет речь. Но когда это на уровне «а все плохо, а вот я буду, как маленький ребенок, там выбью себе глаз, чтобы у мамки был сынок кривой», ну, извините, такой вариант вот явно по-детски смотрится, и, на мой взгляд, он неправильный. Необходимо не только ныть, не только говорить, не только кричать направо и налево, а необходимо еще делать. Делать. И на уровне физических дел, а не просто там виртуальных, создали какое-то там образование и напечатали себе какие-то красивые бумажки. Создали какое-то образование и назвали себя как-то. Кто-то себя кого-то там избрал, кем-то там избрал. Но этим все заканчивается. Где ваше производство? Где ваши дела? Где ваша сеть взаимодействий? Ведь мы же говорим не о том, что просто давайте мы себя как-то назовем, а чтобы этому соответствовать. Поэтому, когда я начал говорить про, например, доверяем, не доверяем, я лично, не зная этих людей, никому доверить не могу. И поэтому мы предлагаем и рассматриваем, вернее, не предлагаем, рассматриваем варианты, которые возможны в данной ситуации. Ведь не будет другой ситуации, не прилетят марсиане и не скажут, все, мы сейчас вам все меняем, вот с изного там раз, откатили, например, там на 20 или на 30 лет назад, и вот сейчас заново все строится. Такого не будет. Мы сейчас находимся здесь, и мы должны из этой ситуации выходить. выходить здравомыслием, а не выходить упертостью детской. Вот какая у нас сейчас задача. А мы сейчас, как маленькие дети, по углам разбежались, и все там хнычут, сопли вытирают, и ничего хорошего не происходит. Поэтому, еще раз говорю, я этим выборам не доверяю, но я объясню, почему необходимо, на мой взгляд, прийти на выборы и сделать что-то, а не просто сидеть в стороне. Дальше это мы наконец оставим. Честно, нам говорят, каким выборам вы доверяете? Вот каким выборам ты бы доверял? Я бы доверял выборам, где все-таки бюллетень, маленькая, и сама вот эта выборная система составлена другим образом. Ну вот, давай, кстати, покажем. Давай как раз ее покажем. Действительно, если в первом варианте нам что предлагают? Просто бумажку, да, она как бы красиво оформленная, возможно, на ней там водяные знаки какие-то есть, но она никаким образом не привязывается к конкретному человеку. С этой бумажкой можно ее где-то потерять, что-то с ней сделать, заменить на другую бумажку и никто не докажет, что эта бумажка это, оказывается, другая бумажка, что это вброшенная бумажка. На самом деле, все-таки лучше было сделать все по-другому. Ну вот, да, давай покажем. Вот смотри, здесь у меня такой же вроде бы бланк, но внизу кое-что добавлено. И вот тут стоит номер. А у меня то же самое, но второй уже получается. И плюс ко всему, здесь вот написано номер бланка, потом написано, что у нас фамилия, имя и отчество Папуаса, да, дальше у нас какая-то там метрика, потом дальше какая-то там, ну, в общем, прописка, где человек живет, где он прописан, какие-то там его данные, ну, может там, паспортные или что-то еще. И в конечном итоге внизу подпись. Как видите, бланк вроде бы похож, но при этом, при этом у него есть существенное дополнение. Мы всегда можем отследить, кто голосовал. Например, там Папуас Папуасович Папуасов, да, его номер по паспорту, его прописка и его подпись. Плюс ко всему, ни в одном экземпляре это сделано. Это сделано в трех экземплярах. Обратите внимание, один, его двойник два, его двойник три. И вот, к примеру, приходит скрытый Папуас Михаил, и я ему выдаю такую штучку. Он расписывается в бумажке, что получил, и у него с его номером 002 с номером 002 три таких бланка. Первый бланк, он, сейчас еще, Алексей, чтобы потом не было вопросов, надо еще в идеале, чтобы они разных цветов были, чтобы один был бланк для одного, второй для друга, чтобы не было, что, например, три бланка проголосовало за одного. То есть, у них есть номера, но они каждый своего цвета. И мало того, они самокопируемые. Да, да. И получается, что каждый бланк предназначен только для своего определенного функции. Сейчас, Алексей, про это уточню. Вот, копирование, что имеется в виду? Если они друг подружкой лежат, то в этом случае тогда они скреплены вот здесь вот единой ленточкой, такой, не ленточкой, как это, отрывной. Да. И получается, или сверху, или где-то, ну, сейчас такие бланки есть. И если человек что-то пишет вот здесь, то на двух бланках внизу это все полностью копируется. Это называется подкопирку. Ну, например, поставил он галочку за султана, значит, на всех двух этих бланках с одинаковым номером будет эта галочка стоять и здесь, и здесь, написал он фамилию, имя, отчество свое, Папуас Папуасович Папуасов, и значит, на этих двух бланках под ним то же самое будет проявлено. Папуас Папуасович Папуасов. Написал он, где прописан, и там тоже будет отмечено свою метрику он написал или паспортные данные тоже. Расписался он, значит, везде на трех бланках будет одинаковая подпись. И после этого что происходит? Вот что ты больше делаешь с этими тремя бланками? Еще раз, то есть, вот все правильно ты сказал. они вместе фиксированы, но я все-таки предлагаю, говорю уточнение, сделать разных цветов. Разных цветов, само собой, да. То есть, белый, допустим, там будет, например, красный и синий, красный и синий, да. Будут все знать, что белый, вот этот бланк, это идет сюда, в комиссию. для того, чтобы отдать его в комиссию. Отдавай, все, комиссия взяла. Отдается в комиссию. Теперь я вот сейчас просто на них как бы поставлю, чтобы понимали, как бы, в чем разница, да? Потому что это, иначе будут вопросы, разногласия. Вот один я принял в комиссию, где Михаил Папуас, Папуасович это все написал. Дальше. Красный. Красный. Уже нет? Нет. Вот тот, который фон у него красный, этот, например, оставляешь себе, он у тебя остается дома. Ты по нему в любом случае сможешь доказать, что ты именно голосовал так, а не это. Вот если в случае разногласия верится, вот, то, что ты вот здесь у тебя. А этот тогда я себе забираю? Нет. А этот вариант, это самое лучшее, самое лучшее место, где он может сохраниться в целости и сохранности, это у того, за кого ты проголосовал. Потому что им выгодно отследить, чтобы все, все, все было полностью подсчитано. И, соответственно, ты отдаешь этот бланк. Пеликань и почт отправляешь. Тому, за кого ты проголосовал. В их избирательную. В их избирательную компанию. Где вот они отслеживают это все. Да. Вот именно туда. Получается, что у ЦИКа одна копия. У тебя, как гражданина Пакуаси, вторая. А это контрольный у того, за кого ты голосовал. И в случае, если вдруг в ЦИК захочет это все дело как-то вот так вот смухлевать, то в этом случае тогда вот эти, вот эти за кого? она считается вот этой вот. Она считает самой главной, которая у тебя осталась. И по ней уже непосредственно, если в случае каких-то там разногласий, все остальное считается. И получается, что вот мы берем вот этот, то же самое. Один идет в ЦИК, один идет к тому, за кого голосовал. А этот остается у меня любимого. И в том случае, если вот тут будут какие-то махинации, мы, к примеру, с Михаилом можно сказать, а мы-то голосовали вот за какого-то вот такого представителя. И будьте любезны, пожалуйста, уточните. Мало того, поскольку в Папуасе уже компьютеры есть, мы об этом говорили, аж две штуки, да, один у султана, второй у доверенного лица, то в этом случае тогда каждый человек, я или Михаил, или какой-то другой Папуас, смогут зайти на этот сайт, где вся база данных находится, вбить номер порядковый вот этот, вбить, например, какой-то вот из этих вот реквизитов, а может быть все, чтобы не было путаницы, и посмотреть, к кому этот голос был отправлен. И то же самое смогут сделать те, кому вот это вот все направлялось отсюда и оттуда. И если у нас вдруг происходит, что к султану поступило 50 тысяч, бананы, серп, серп и бананы тоже 50 тысяч, а потом вдруг оказалось, что у одного из них перевес 80%, то в этом случае тогда те, которые были вот там, они смогут предъявить, сказать, ребят, это мухлеж. Сейчас никто не сможет предъявить, какие бы вы там не задумывали делать проверки, кому вы там что-нибудь доказывали, какие суды устраивать, это просто невозможно. И так с этим разобрались. А теперь давай вот напоследок интересный момент. Да, люди скажут, ну это все прекрасно, вы нам рассказали, где вот тут вот с номерами, да, со всем этим. Вот. Но сейчас-то у нас жизнь вот такая. А вдруг даже мы придем и даже вот так же вот подумавши проголосует большинство не за султана, а за вот кого-то противоположного. Чтобы изменить курс. Да, чтобы изменить курс. А вдруг все-таки султан-то он ничего не захочет менять, его выберут и останется все как есть. А вот сейчас, как говорится, даю, как говорит, слово, потому что это действительно надо все-таки знать. Алексей в этом деле более сведущий. Что же происходит не только вот на уровне вот того, что мы можем пощупать, потрогать, посмотреть, а что же вообще происходит глобально в мироздании при вот таких наших решениях? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, все-таки надо ответить, а каким же выбором тогда мы доверяем? Вот это все, вот это, неважно, вот так вот или вот так вот, это выборы, отличающиеся только тем, что здесь больше можно мухлевать, там меньше можно мухлевать или там сделать так, что кого-то прижать. Но это все выборы. Это выборы по принципу так называемой цивилизационной демократии. Таким выборам я тоже до конца не могу доверять. Они возможны только в переходный период. Почему? Да потому что на эти выборы придут и проститутки, придут и сумасшедшие люди, придут люди с бодуна, наркоманы придут, те, которых можно подкупить, они тоже придут. К примеру, если какой-либо придворный клоун захочет подарить кому-то несколько купюр, то в этом случае он скажет иди проголосуй за меня и даже вот с такими бланками по этой системе тот человек, которому будут предложены какие-то купюры, он честно пойдет и проголосует, получит эти купюры. И получается, что придворный клоун или может быть какой-то там либераст или какой-то шоумен, он или шоу-умен, неважно, они все равно получат часть своих голосов. Это называется продажность, это называется проституция. И вот такие выборы, они не могут быть полноценными. Я доверяю все-таки не выборам, а я выбираю системе назначения. В системе назначения участвуют только те, кто не запятнал себя какими-то гадкими поступками, которые показали, как они могут жить хорошо в мире, что они состоятельные, что их устой жизни он полностью естественный и он не нарушает естества и ведет только к благополучию, у которых есть свое дело, есть свое хозяйство, есть что-то положительное для общества, для державы. Когда у них дети здоровые, они больные и так далее, и тому подобное. То есть достойные люди. И вот эти достойные люди могут принимать очень ответственные решения по назначению, а не просто выбором кого-то, например, на пост султана, на пост главного воевода, на пост там еще кого-то, еще кого-то, министров там и так далее, и тому подобное. Это называется державный вариант назначения, о котором мы говорили, насколько я помню, во второй программе. Так что я сейчас более конкретно не буду здесь останавливаться. Я просто, если вы хотите об этом знать, попрошу вас посмотреть второй наш выпуск «Выборы-выборы». И там это все рассказывается в доступной форме. Теперь же переходим, а что случается в том случае, если большое количество людей приходит и даже если они вот на таких вот фильтровных грамотах, похожих на туалетную бумагу, ставят свои галочки. Если человек просто пришел из-под палки его погнали, то ничего хорошего здесь не происходит. Как оно все было, так и остается. Баранам все равно, где блеять, баранам все равно, где их будут стричь. Главное, чтобы только всех сразу не резали, а так изборочно одного там из ста зарежут, ничего страшного не происходит. Баранам все равно. Я сейчас говорю не про баранов, я сейчас говорю про людей, которые задумываются о том, а как нам сейчас жить на этом свете и как переходить через переходный период к державному мироустройству. Так вот, когда люди начинают осознавать, что им необходимо в этой жизни и как им необходимо жить для того, чтобы жить хорошо, это называется тогда пробуждение здравомыслия о сознанности. И если эти люди не против кого-то, а для чего-то осознанно, с представлением своего будущего, приходят на избирательный участок, неважно, за кого они проголосовали, вот за этого, за этого, за того там или за другого, неважно, они тем самым не на туалетной бумаге расписываются, они отправляют наверх более высшие инстанции, которые выше там всяких предикторов, президентов, свою волю и устремление, как нужно жить. И в этом случае, по всем законам бытия, там выстраивается новая программа, новая матрица, которая будет спущена здесь на несколько лет вперед, исходя из того, что люди пожелали и, чего самое главное, по своему мировоззрению, они достойны. Если вы придете голосовать за султана, с точки зрения того, чтобы ваш султан стал сильным, независимым, без воровства, без всякой дряни, то в этом случае вот там прислушаются и скажут, пускай так и будет. Люди созрели. Люди не просто повторяют слова какие-то да, нет, хорошо, плохо. Они осознанно, осмысленно понимают, как дальше жить. Еще раз, осознанно и осмысленно представляют, как будет дальше развиваться их страна, их держава. И в этом случае программа будет там создана, та, которая нужна. Если же другие придут и проголосуют не за султана, а проголосуют за хорошую жизнь, неважно, за кого вы там даже галочку поставили, за этого или за этого, то в этом случае туда будет направлен еще один посыл. Мы хотим жить вот так, вот так и вот так, где все будет конкретно, вот здесь, сложено и туда отправлено. И эта программа тоже там будет услышана. И эти две программы сольются вместе, объединятся. С одной стороны, мы хотим жить вот так, с другой стороны, мы хотим жить вот так. Так, ребят, мы-то хотим жить, получается, хорошо и так, и так. То есть, не против кого-то, а за что-то. И тогда вверху будет эта программа учтена, разработана на ближайшие, там, там, шесть, может быть, пять или десять лет, а может быть, на двадцать, исходя из вашего уровня здравомыслия и из вашего уровня осознанности и будет сюда спущена. А когда она будет спущена, то независимо от того, кто победил на выборах, этот или этот, им придется исполнять высшую программу, которую им через высшие структуры указал народ. То есть, первое, народ должен голосовать не против, а за, не за человека в первую очередь, а за то, как хотите жить. Второе, это должно быть не просто так, я хочу жить хорошо, это должно быть полностью сформировано. то есть, макет общества, в котором вы хотите жить. Рабочие на местах трудятся, к примеру, 4 часа в день, семьи полные, пьянки, дебоши нету, алкоголь и наркотики убраны из жизни, транспорт, грубо говоря, бесплатный, налогами никого не душат, предпринимателям, купцам дают возможность хорошо здесь существовать, квартиры бесплатные, ну так, условно, потому что все уже на предприятиях, оплачено давным-давно и все уже, фонд положено, национализированы основные объекты, которые позволяют державе существовать и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, разумная национализация с возможностью проявить себя разумным людям, которые хотят жить в ладу с природой по совести, вспомнить свое прошлое, жить так, как предки завещали, но, естественно, не в лаптях, как там приписывают, а учитывая все возможности, которые сейчас у нас есть и которые сейчас есть, но они еще не проявлены, которые от нас скрывают. Вот когда вы эту матрицу создадите и когда вы ее направите куда надо, вон туда, то никакие преддикторы, никакие пятые колонны и прочие, прочие, прочие мерзавцы вам не смогут помешать жить хорошо, потому что любой, кто будет поставлен в стране на руководство, обязан будет выполнять высшую волю, иначе просто он будет уничтожен высшими силами, высшими структурами. То есть срабатывает та самая схема. Народ имеет того руководителя, которого достоин по своему мировоззрению, по своему осознанию того, что происходит и по здравомыслию. Вот это сейчас необходимо каждому осознать, перестать бодаться, за кого жить и голосовать, перестать там кого-то обвинять в том, что нам сделали что-то плохое, перестать в конце концов нас обвинять, что мы за кого-то там агитируем, а просто включить голову и начать жить по-хозяйски. Только с хозяевами боги говорят на равных, как со своими детьми, которые здесь учатся и набираются уму и разуму, а с остальными они не разговаривают, с остальными разговаривают предикторы и те, которые могут этих остальных загонять в стоило, направлять на стрижку и прочее, прочее, прочее. Вот примерно так. Если что-то упустил или есть вопрос, ты можешь уточнить. Давайте все-таки сделаем осознанный выбор. Наша жизнь зависит от нас. Вот так вот просто и конкретно. Ну хорошо, прощаться будем? Да, как говорится, люди, еще раз, сказка ложь, да в ней намек. Поэтому не судите нас строго, мы как могли, так постарались вам донести то, что нужно было донести. Благодарю, Михаил, за поднялую тему. Также благодарю каждого из вас, кто смотрел предыдущие ролики, не просто фыркал, потому что что-то показалось не так, а изучил ту тему, которую мы доносим, постарался в ней разобраться, и если вдруг на основе этой темы вы двинулись чуть дальше и превзошли наше разумение, я буду тому искренне рад и буду счастлив, потому что мы достигли того, ради чего здесь выступали. Мы достигли того, что люди стали более здравомысленны, люди что-то стали понимать, и появилось желание строить свой мир. Не как бараны, не как животные блеять или жаловаться, что нас загибают и нас уничтожают, а делать свою жизнь так, как это необходимо делать осознанным людям, наследникам великомудрых предков, которые когда-то создали величайшую державу под названием Русь, и благодаря которым мы сейчас живем на земле. Так не посрамим же их память. Желаю всем добра, с вами было Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добрым. И лети ты на крылатом коне, Русь, далекие тысячи летия, Русь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова